Популяцию лосей и диких оленей в эти дни подсчитывают две группы ученых на Ямале. Специалисты из Москвы привлекают пилотов-любителей для мониторинга. Первая группа работы уже закончила. Пилот-любитель из Сургута Сергей Шевчик и научный сотрудник Государственного биологического музея промониторили территорию от Ноябрыска до Таркас-Алей и чуть западнее. Чтобы понимать, насколько мы вообще влияем на природу. Потому что неизбежно освоение и нужно знать, можно ли продолжать так же осваивать природу. Можно ли выдавать лицензии на отстрел лося и северного оленя. Либо нужно предпринимать какие-то меры. То есть создание заказников, заповедников, зон покоя. У нас подобная работа шла по гусявразным. И в частности по Ямалу мы создавали несколько зон покоя временных. Именно для того, чтобы гусь на миграциях мог отдохнуть, нормально питаться. И дальше продолжать перелет. Возможно, такие же вещи могут быть делать с капутами. Но пока говорить об этом рано. На осмотренной территории пилоты и ученые заметили только пятерых лосей и диких оленей. Об окончательных результатах можно будет говорить, когда вторая группа ученых, они работают в районе Красноселькупа, завершит свое обследование. К слову, в общей сложности пилоты и московские ученые осмотрели территорию около 5000 километров. Полет прошел на легком двухместном самолете. Запчасти для него заказали в Самаре и собирали самостоятельно пилоты в Сургутском клубе. Двигатель в клубе, короче, в клубе собирали всем коллективом, двигатель в складчину покупали. И вот так получился самолет учебно-тренировочный, на котором мы сейчас и тренируемся, и вот куда надо полететь, полетели. Сертификат летной годности получили, все как по-моему полагается. Единственная сейчас проблема у нас в Югре, транспортный налог на самолет ввели максимальный, 250 рублей лошадиная сила. И вот в клубе у нас несколько самолетов есть у людей. Налог заплатил, там 25, 30, 50 тысяч налог заплатил. И на сертификацию уже денег нету. Самолет стоит не сертифицированный, не летает, стоит, понимаете. И вот мы вот этот самолет нынче единственный подняли в складчину, деньги собрали на сертификацию.